Здравствуйте! Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня почти любую услугу можно получить онлайн. Как применяются новейшие технологии на Почте России, мы поговорим сегодня. Итак, знакомьтесь, у нас в гостях Екатерина Петрова, заместитель директора Чувашского филиала Почты России по посылочным бизнесу и экспресс-доставке. Екатерина, здравствуйте! Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вот расскажите, я знаю, что на почте многие услуги перевели в цифру, так называемые онлайн-услуги. Расскажите вот об этом. Я знаю, что полгода назад мы уже говорили о том, что вы планируете вручение посылок по электронной подписи. Что это такое и получилось ли реализовать? Да, действительно. Сейчас можем с уверенностью сказать, что нам это удалось и клиенты, которые приходят к нам на почту отправлять посылки или получать их, тратить на это гораздо меньше времени, чем раньше. Это благодаря нашим онлайн-сервисам. В первую очередь, это вручение, отправление по смс-коду. Также у нас запущен проект и успешно реализован. Это предварительная подготовка отправлений к онлайн-пересылке и онлайн-оплата на сайте. Но расскажу обо всем поподробнее. Мы с вами встречались в августе прошлого года и тогда говорили о том, что скоро можно будет получать все регистрируемые отправления на почте России без предъявления паспорта, без оформления вручную извещений. И теперь 80% отправлений по всей Чувашской республике на почте России получаются именно таким образом. Более 104 тысяч жителей Чувашской республики уже оформили простую электронную подпись и получили при этом полмиллиона посылок. Это действительно очень удобно. Цифра впечатляет. Да, это действительно очень удобно. И вот те жители Чувашской республики, кто еще не воспользовался этим сервисом и до сих пор ходят на почту России с паспортом, заполняя извещения, я рекомендую это сделать. Сделать это на самом деле очень просто. Вы приходите в отделение Почты России, вместе с оператором заполняете анкету, единожды предъявляете паспорт. Также это можно сделать онлайн на портале госуслуг, а также можно сделать на официальном сайте Почты России, почта.ру. Онлайн заполняете анкету и все. То есть один раз регистрируемся и пользуемся уже неограниченным количеством публики? И все очень просто. Как только вы узнаете, что в отделении почтовой связи находится любое отправление для вас, регистрируемое, это может быть даже письмо, пожалуйста, приходим на почту, называем свою фамилию, указываем номер телефона, который был при регистрации, указан в анкете, и получаете смс-код. Далее говорите его оператору, и оператор выдает вам отправление. Все очень просто. Без очереди, без времени не нужно тратить, да? Ну, в очереди на самом деле постоять, может быть, и придется, но получение посылки, просто сказав оператору номер телефона и получив код, назвав этот код, намного проще, чем когда человек стоит и заполняет это вручную. Оператор потом переносит все эти данные тоже вручную в систему, более того, сравнивает все данные с паспортом. Конечно, это менее трудоемкий процесс, это занимает меньше минуты. А насколько этот способ безопасен? Нет ли примеров, когда посылку вручали, ну, неправильно, например, другому человеку вручили мою посылку? Ну, на самом деле, тут я могу всех успокоить, абсолютно безопасный сервис, потому что для каждого отправления будет присвоен уникальный код, который придет только на ваш телефон, оператор его тоже не знает заранее. То есть перепутать невозможно? Абсолютно невозможно, это абсолютно безопасно, более того, с учетом того, что мы уже выдали такое количество отправлений, и у нас нет ни одной жалобы на неправильное вручение, я думаю, что это показатель. Хочу узнать, что ваши сотрудники в отделениях предлагают некие предзаполненные посылки. Что это такое? Расскажите. Ну, на самом деле, это еще один такой замечательный сервис. То есть сейчас мы с вами говорили о упрощенном вручении, ускоренном по СМС-коду, а предзаполненная посылка – это самостоятельное оформление клиентам посылки к пересылке в дальнейшем, причем сидя дома. Это очень удобно. Этим уже пользуются 17% всех наших отправителей. Схема очень проста. Человеку просто нужен доступ в интернет, он садится за компьютер с доступом, далее выходит на сайт почта.ру, заполняет свои адресные данные как отправителя, адресные данные получателя. Далее система присваивает отправлению трек-номер. Здесь также формируется автоматический адресный ярлык. И если у клиента есть принтер, он может сразу распечатать из этой же системы адресный ярлык, приклеить его на посылку. Но даже если нет принтера, это не является каким-то препятствием. Можно сфотографировать трек-номер, можно его просто записать и отправляться на почту. Приходим на почту, называем трек-номер, либо оператор сам сканирует его с адресного ярлыка, далее посылка взвешивается и все. И все. Да, происходит просчет. Это очень просто, это действительно удобно. Хорошо. Я знаю, что оплатить пересылку можно банковской картой. Многие жалуются, что на почте нет до сих пор без наличной оплаты. Как с этим быть? Ну, на самом деле почту очень часто в этом упрекали. У нас либо был неудобный этот сервис, либо он практически отсутствовал. Сейчас практически во всех отделениях уже, во-первых, установлены терминалы почтобанка, но самое главное, этот сервис доступен в режиме онлайн для всех жителей Чувашской Республики, да и по всей России тоже. Все абсолютно то же самое, о чем мы сейчас с вами говорили. Мы выбираем опцию отправить посылку, оформляем посылку к пересылке, далее переходим в опцию без очереди оплата онлайн и происходит оплата на сайте. Хорошо. А как же, вот если мы вес не знаем? Надо же взвесить посылку? Ну, вы абсолютно правы, так как пересылка у нас оплачивается именно по фактическому весу отправления, но здесь я вас тоже могу успокоить. Отсутствие весов не является препятствием. Можно справочно поставить вес. Далее любое отправление в отделение Почты России обязательно перевешивается. И списание денежных средств, в том числе и с карты, или полный расчет происходит в момент приема посылки. Поэтому можете не переживать, что с вас спишут больше денег, либо наоборот вернут ваше отправление из-за того, что... Нет, да, веса точного. Да, и не только веса точного, но, например, вы не доплатили во время оформления. Абсолютно полный расчет происходит только в момент приема. Очень хорошо. Еще такой вопрос. А это только касается посылок по России или международные тоже пересылки касаются? Вы знаете, прям очень хороший вопрос, потому что все сервисы и предоплаченная, и предоформленная посылка, они все работают не только для пересылки по России, но и международные. Но у нас есть особый повод для гордости, потому что в декабре прошлого года Почта России и электронная площадка eBay подписали меморандум о намерениях, и полностью произошла интеграция этих двух компаний по экспорту. То есть если вы что-то продаете на площадке eBay, все происходит очень просто. Необходимый расчет предварительный, оплата онлайн, оформление, все декларации, все необходимые стикеры будут распечатаны непосредственно из личного кабинета хаба eBay. И вам только нужно отправление принести на Почту России. Более того, этот сервис работает в 192 странах мира. И трекироваться ваше отправление тоже будет по трекингу, который присвоила система Почты России в этих странах. Это очень удобно, мы этим очень горды. Ну хорошо, в завершение скажите о планах на будущее. Какие планы, что собираетесь еще внедрить, применить? Самый ближайший старт – это у нас новый проект «Электронные заказные письма». И я вас уверяю, это будет еще более удобно и наверняка нашим клиентам понравится. Еще раз повторюсь, старт проекта в мае. Приглашайте нас, мы обязательно вам поподробнее расскажем. Спасибо большое. Спасибо вам большое за беседу, обязательно встретимся еще. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»